Бандитка раскалывает кавказца, который угрожал расправой. Сольет ли горный житель своих подельников? Сейчас узнаем! Алло! Алло! Добрый вечер! Добрый! Алло! Да, старшая оперупломочная Тюзинского районного отдела прокуратуры беспокоит. Познякова Алиса Сергеевна, скажите, пожалуйста, с этого номера поступали вам какие-либо угрозы, оскорбления? С того номера, в котором вы звоните? Вот сейчас, да, с которого я звоню. Буквально, может быть, пару дней назад. Было такое? Не было ничего такого, да? Нет, не поступало вроде как. С этого номера нет. А веру не затрагивали, мать не задевали. И еще раз повторите, пожалуйста. А веру не затрагивали, мать не задевали, да? Вроде как нет. Познякова Алиса Сергеевна, старший оперупломочный, нежрайонный прокуратура Тюзинского района. Может, вы ошиблись? Все, вы уверены, что не поступали, да, угроза? Мы просто перехватили телефон мошенников, которые звонят мусульманам и оскорбляют Аллаха и задевают мать. О, кстати говоря, не знаю насчет конкретно этого номера, но мне вот было такое, что вот я выкинул объявление. И сейчас продиктую вам номер. Давайте, давайте записываем. А, секунду, пожалуйста. Угу. Представьтесь, пожалуйста, фамилии и имя отчества. Секунду, секунду, я сейчас информацию вношу в базу о фамилии и имя отчества. Представьтесь, пожалуйста. Дик Магомед Вахаевич. Магомед. Еще раз отчество. Вахаевич. Вахаевич. А, да, с регистрацией. Блин, мне звонят попутно. Давайте лучше я вам... Оставьте, короче, эту информацию. Давайте номер, давайте злоумышленников. Алло. Давайте, сейчас быстро продиктую. Давайте. Мне просто звонят вовсю. 931. Хорошо, слушаю вас. Сто ровно. 931. 931. А 931. Так. Сто ровно. Да. 3.70. 3.70. Что говорили? Коль, подними. Я одна здесь на телефоне сижу постоянно. Что говорили? Алло. Если вкратце. Дагестанец и, скорее всего, русский двое оскорбляли. Ну, всех оскорбляли. И веру тоже оскорбляли. Или веру оскорбляли. Задевали? Мать задевали или Аллаха? Да. Да. А вы как оцениваете оскорбление, которое вам нанесли, моральный вред? Просто мы сейчас собираем на статью, то есть это группа лиц по предварительному сговору, которые оскорбляют чувства верующих. У них полагается наказание от 3 тысяч до лишения свободы на 5 лет. Вы как оцениваете свои чувства? Штраф или все-таки посадить таких людей? Я, честно, если сказать, то я был бы не против просто встретиться с этими людьми, а как бы этим ограничился бы, если честно сказать. С Нижнего Новгорода, кстати, это были люди. С Нижнего Новгорода? Магомед Вахаевич, вы понимаете, что мы все должны решать немножко пропал, и из того, что я понял, то выяснил, что они вроде как из Нижнего Новгорода. Из Нижнего Новгорода. А можете привести слова, которые задевали вас, в частности? Я бы не хотел бы это повторять все. Нам необходимо для протокола, вы понимаете, Магомед Вахаевич, дело в том, что, да, я понимаю, что сейчас это не тот вариант, при котором вы бы хотели... Я сейчас очень занят, мне просто тут звонят вообще. Давайте я продиктую человека, который был, номер человека, который был со мной. А также номер, этот же человек был еще одним человеком, которому тоже те же самые люди звонили. Тоже так, те же самые слова говорили. Да, слушаю, Магомед, секундочку, секундочку, вношу в протокол, минуту. Вы понимаете, что мы должны решать вопросы в рамках правового поля? Мы, ну, встречаться, решать вопросы на кулаках – это не способ, да, современного мира. Так, слушаю внимательно номер. Я, конечно, начал лишение свободы. Лишение свободы. Ну, дело в том, что пацаны 18 лет, один инвалид первой группы, второй вынужден зарабатывать деньги на телефонных звонках, они это в интернет выкладывают. При таких обстоятельствах мы можем дать им смягчение или все-таки пусть посидят? Послушайте, я пытался с ними вести конструктивный диалог и донести до них то, что они делают, что неправильно. Так. Так что одно дело, если бы они просто положительно не отреагировали. Я понимаю интернет-звонки и так далее, может быть, они на этом и зарабатывают. Но в тех словах, что они говорили, они убеждены. Убеждены. Я не могу. Состав преступления не имеется. Если спросить меня, я бы не стал бы облажки делать на основе того, что они зарабатывают так на жизнь. Магомед Вахаевич, скажите, пожалуйста, три года лишения свободы, по вашему мнению, это достаточно для исправления? Я честно не знаю. На ваш субъективный взгляд, суд будет принимать окончательный приговор, выносить решение. Мы сейчас должны оценить уровень морального ущерба конкретно для вас. Вы можете повесить одну минуту? Да, конечно. Повесить. Алло, да. Да, я слушаю. Так, на чем мы остановились? Значит, Магомед Вахаевич, давайте сначала телефончики запишем людей, которых они тоже оскорбляли. Давайте. 988? Да. 0,2. Так, это кто? 0,2. Это мой друг, его зовут Ислам. Ислам. Он был рядом со мной, когда они звонили. И был рядом с еще одним моим другом, Абабукаром, которому они тоже звонили. Записывай номер. Вот с ним свяжитесь по этому вопросу. И еще вот, смотрите. Я вам скажу, как выглядит это с моей стороны. Я понимаю, что вы... Так, номер телефона последнего дайте, пожалуйста, свидетеля. Давайте. Давайте, записываю. Так. 988? Да. 0187. 0187. Как вы оцениваете эту ситуацию? Как зовут этого очень молодого человека? Послушайте, я скажу вам вот честно и прямо как есть. Я не считаю, что я имею право как-то вот расценивать туда-сюда. Я считаю, что вот единственное, что для меня было бы позволительно, это, ну, это не входящее в рамки правового поля, скажем так, отстоять свою честь самому. Вы сами понимаете, человек я с Кавказа, и для нас честь это не пустые слова. А вот что касается административного или уголовного какого-то наказания, я не могу привести оценку какую-то вообще... Магомед, вы понимаете, вы только что... Так, слушаю, так, так. Вы считаете, что их нужно наказать вне рамок правового поля? Нет. Я говорю, что я бы сделал так. Я не говорю, что это нужно сделать, я говорю, что я бы сделал так. А как поступите вы, я не имею права, понимаете, судить людей со своей стороны. Опять же, я не настолько большой человек, скажем так. Магомед, учитывая обстоятельства, да, я вам обрисовала примерно характеристики лиц, которые вас оскорбляли по телефону. Учитывая праздник, вы бы выбрали меньшее наказание, они бы отделались штрафом и принесли бы вам извинения. Или все-таки пусть парни посидят для того, чтобы понимали, что произошло? Я был бы согласен на личное извинение без какого-либо штрафа. На личное извинение? Да. Хорошо. Более чем удовлетворенным. Магомед, то есть мы можем закончить вот этот вот спор, да, примирением сторон, по сути? Я же говорю, я был бы согласен и более чем удовлетворен, если бы они принесли мне личные извинения, имеется в виду лично, не по телефону имеется в виду. Не по телефону лично. Нет, Магомед, вы поймите правильно, вы сейчас уже наговорили на статью, которая связана с угрозами жизни и здоровья, по поводу того, чтобы вы лично с ними встретились и разобрались. Примерно, это недопустимо, понимаете? Нет, я говорю, что я был бы удовлетворен этим. Нет, я не говорю о угрозах. Я не говорю о угрозах. Я говорю о том, чтобы они лично принесли мне извинения. Я был бы этим удовлетворен. Понимаете? Понятно, хорошо, хорошо. Второго вашего друга как зовут, который телефон второму продиктовали? Ислан, второй как зовут? Еще раз? Абабукар. Абабукар. Все, понятно. Ждите повесточку, вас вызовут еще дополнительно для дальше сведений в отделении полиции. Все. Мы повсюду, нас бесконечно много, спросите, кто мы? Мы бандиты вольного, повелевает всеми, нами зеленый тролль. Тот самый с ушками, который в троллинге король. Только хардкор и только франкота, мы учиним беспредел. Хаос и балаган не остановит никакая у нас система стопханк. Решуют нас вольняши, лишенная нога. По приказу предводителя идем на битву. Гоблины зеленые, вас тоже скоро настигнут, даже не прячьтесь. Вам все равно не скрыться, вам не поможет скоро. И не поможет полиция, вам остается только надежды лишь повалиться. Мы наши жертвы, а мы шифруем свои лица. Не остановиться, мы уже повсюду зеленые. Опасные тролли уже орудуют, совсем не важен ваш социальный статус. Важно лишь то, что скоро будет порван ваш шанс сказать вам, кто мы. И я отвечу снова три простые слова. Мы бандиты вольного, мы повсюду. Нас бесконечно много, скажу вам, кто мы. Мы бандиты вольного, мы бандиты вольного.